А 24 ноября в рамках фестиваля норвежец Йост Рёмгрин представит свою новейшую работу «Коко». Это кукольно-хореографическая постановка посвящения легендарной Коко Шанель, которая придумала не только маленькое черное платье или известные духи, а вообще современную женщину, так считают авторы спектакля. Норвежский вечер состоялся накануне в мюзик-холле. Его наполнила музыка Эдварда Грига и тексты Генрика Ипсена. Музыкально-литературным фантазиям предалась Елена Боброва. Собираясь в мюзик-холл, можно было только гадать, как актеры справятся с махиной стихотворного текста Ипсена, герой которого живет как на американских горках. Вчерашний нищий фантазер взлетает до императорских высот и возвращается на родину разочарованным, вновь обнищавшим циником. Пергюнд – это персонаж, который совсем в кавичках ненормальный. Он какой-то разный, у него раздвоение, расстроение личности, наверное, и так далее. Но, тем не менее, очень интересный. У него происходит множество приключений. Все виражи, сочиненные Ипсеном, в спектакле остались за скобками. Авторы прошли композицию крупными стишками, выбрав самые яркие монологи и диалоги, и украсив их чувственным видеорядом. Но за этой сказочностью, за этой многословностью очень простой смысл оказался. И вот мы его пытаемся сегодня донести. Любите, цените и будьте самим собой. Из всех женщин, которых Пергюнд повстречал на своем пути, в спектакле сохранили только трех. Для перевоплощения Сати Спиваковой хватило лишь перемены жестов и интонаций. Ты, Королевич? Ну да. А я дочка добрского деда, отец мой король. Ярких женских образов, основных три, это мать Осы или Озы, как ее часто называют, это как бы квинтэссенция страсти, квинтэссенция желаний, дочка знаменитого горного короля, Ронского короля, женщина в зеленом, и это его вечная возлюбленная, которая всю жизнь его ждала, то есть Сульвейк. Поэтому как бы здесь три женских персонажа, но если хотите, это три грани одной женщины. Поэтическую драму Пергюнд, которую некоторые современники, вроде сказочника Андерсона, называли полной бессмыслицей, сам Ипсен определял как произведение сугубо национальное, что называется для внутреннего пользования. Но притча о человеке, потерявшем себя, оказалась востребована во всем мире, не без влияния творчества Григо, музыка которого звучит на протяжении всего спектакля.